У меня нет слов. Совсем недавно, буквально на днях, вот этот вот пятачок земли превратился в сквер имени Геннадия Селезнёва. Они называют его советским и российским политическим деятелем. Это депутат 1, 2, 3 и 4 созывов Государственной Думы, а также председатель Госдумы 1, 2 и 3 созывов. Он был главным редактором газеты «Комсомольская правда», газеты «Правда», учительской газеты. Это был номенклатурный персонаж, член Коммунистической партии, который журналистом, собственно, и не являлся. И знаете, честно вам сказать, вот здесь на улице «Правды», где появился этот сквер имени Геннадия Селезнёва, работала вот в этом сгоревшем доме, во многих других домах. Здесь рядом, где располагались и располагаются редакции, раньше работало много очень хороших, достойных журналистов. Некоторые из которых погибли во время исполнения своих журналистских обязанностей, и они заслужили куда больше господина Селезнёва получить и быть выковеченными в виде сквера. Но почему-то сквер у нас тоже теперь номенклатурненький. Для меня всё равно этот пятачок останется местом у Колизея, потому что здесь ресторан Колизея, не знаю, как сейчас, но был совершенно всегда пустой. И иногда в нём дебоширили пишущие газетные журналисты. А потом их выносили вперёд ногами. Не всех, а особенно избранных вот из этого дома. Но всё меняется. А номенклатурные Селезнёвы берут вверх. Привет, друзья! С вами снова я, Захарыч Блаженный. И хочу вам сказать, что я хожу так по Москве и частенько наблюдаю за людьми, которые иногда меня узнают. И вот здесь меня узнают довольно часто некоторые бывшие коллеги, некоторые из тех, кто смотрит мой безумненький блог. Иногда я вижу, как их лица перекорёживаются. Кто-то из них хочет показать свою доблесть на мне. А меня лично корёжит и тошнит от слова «доблесть» при проведении. Молчу, молчу, молчу. Меня корёжит от всех этих слов, обозначающих мачизм, милитаризм, некую квазихрабрость. Потому что я вспоминаю всегда свои детские драки и детские слёзы. Если ты дерёшься с кем-то, кто сильнее тебя, тебя частенько поколачивают. Если ты бьёшь кого-то слабее себя, то потом ты ощущаешь глубокий стыд. Стыд Господень и срам Господень. С 31 июля по 1 августа произошли поджоги военкоматов в Казани, Омске, Петербурге. Причём там дважды это было дело в Подольске. Два пенсионера подожгли в Воронеже, Калуге, Верхнеуральске, Можайске, Россоши и Копейске. Посчитайте, прокрутите назад и посчитайте, сколько населённых пунктов я назвал за один... Это было за одну ночь, за один вечер. И частенько эти поджоги ограничивались попыткой поджечь двери. И поджоги, они только номинально, и всех там хватали, ловили и так далее. И в Петербурге только с шумом было дело. Там мужчина на своём автомобиле въехал в ворота военкомата. Я, естественно, безусловно осуждаю эти поступки, как и любое преступление, особенно сопряжённое с насилием или пироманией, тягой к огню, понимаете. Но в то же время, может быть, это тоже глаз народа, хотя бы частично. Нет повод задуматься. И знаете, что действительно заставляет задуматься именно меня, как газетного журналиста. У меня 15 лет стажа. Нет, я не скажу, что я лучший там на планете газетный журналист или самый выдающийся ничего подобного. Но всё-таки писал, трудился, несколько книг написал. А сейчас я смотрю и вижу ошибки даже в заголовках. Даже в заголовках. Друзья, заходите в описание. Там ссылка на два телеграм-канала. И на второй, кстати, ютуб-канал. Подпишитесь. И вот на одном из телеграм-каналов я иногда вот эти вот ошибки пишущих журналистов выкладываю. И вы знаете, это уже не отдельно взятые ошибки. Там-там. Это деградация. И я, Борис Гребенщиков, замечательный, прекрасный человек, выступил и сказал на видео, что всё равно, несмотря ни на что, российское общество не провалилось и так далее и тому подобное. А я позволю себе привести аналогию со снятием сливок. Первые сливки были сняты в 1917 году. И снятие сливок длилось до 1924 или 1922 долго. Лет пять. Первая кровавая пятилетка. Бежали отсюда образованные люди. Бежали отсюда богатые, предприимчивые. Бежал цвет общества. Второе бегство случилось, активное масштабное бегство, случилось с крахом Советского Союза. Третье масштабное бегство случилось в начале 2000-х, когда американцы начали бурю в пустыне и всё там такое с Афганистаном. И нефть подскочила до 100 долларов за баррель. И люди, поняв, что их утлы, их хрущобы сейчас можно обменять на хорошие особнячки где-нибудь на берегу океана в другой тихой мирной стране, где нет всего этого транзица, люди уезжали. Четвертое снятие сливок такое масштабное случилось. Наверное, началось оно одновременно с пандемией, с поднятием пенсионного возраста и всеми прочими делами. А цунами это увеличилось 24 февраля 2022 года. И теперь наши спутники – это ошибки не просто в газетных статьях, но в их заголовках. Это неграмотная русская речь. Это ошибки в инженерии. Это ошибки, которые будут стоить десятки, сотни тысяч жизней. Это общая дегенерация. И нельзя винить тех, кто не убежал, а остался в том, что мы, мол, глупые. Нет. Просто когда последовательно, евгенически, из социума, из сообщества двуногих изымают самых инициативных, образованных, умных, чего греха дать, миролюбивых, рассудительных, нежелающих воевать, проливать чужую кровь, фиг знает ради чего, тогда остаются те, кто есть. Как в одной песенке. Я его слепила из того, что было, а потом, что было, то и полюбила. Дорогие друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Описание подскажет, как поддержать мою деятельность. Тружусь я исключительно благодаря вашей поддержке. Да, когда я был в редакциях, там или сям, мне платили зарплату, еще и гонорары, и премии иногда платили, но каждое мое словечко контролировали. А теперь я говорю то, что я думаю. Это дорогого стоит. И добавлю напоследок, эта деградация, она касается далеко не только журналистики, инженерии, еще медицины, образования, гуманизма, всего, чего угодно. Дай бог, чтобы люди, хотя бы часть уехавших, начали возвращаться обратно. И добавлю напоследок, я говорил это в прошлом видео, чтобы было совсем отчетливо. За последний год олигархи РФ в общем увеличили свое состояние на 34 миллиарда долларов США. Вот такие дела. Доблесть. Что ж, доброго вам дня, друзья, хорошего настроения. И еще раз поздравляю всех добрых православных христиан с Ильиным днем. Знаете, не нужно нам насилия, злобы, войны и прочих ужасов. А пророк Илья сражался с почитателями идола Ваала, с огнепоклонниками. А сейчас люди вновь периодически поклоняются огню. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова